Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 3 сентября на 84 году жизни в Ашхабаде умерла советская, туркменская актриса и певица, народная артистка туркмении Роза Тураева. Об этом сообщают СМИ. Причиной смерти источники из числа учеников Тураевой называют коронавирусную инфекцию. Роза Сапаровна Тураева родилась в 1938 году в Мары. В 1960 окончила музыкальное училище при Государственном театре оперы и балета имени Махтум Кули, в котором затем прослужила без малого 30 лет. Исполняла ведущие партии в Травиате и Регалета Верди, сивильском цирюльнике Рассини, прекрасной Елене Аффенбаха и Кармен Безе. В 1970 дебютировала на экранах в музыкальной комедии Льва и Ивана Репиных «Приключения Алдара Коси». 3 сентября на 1994 году жизни скончалась Дина Эрмлер, певица и танцовщица, вдова прославленного Марка Эрмлера, ведущего дирижера Большого театра. Артистка умерла дома, в кругу семьи, до последних дней сохраняя бодрость духа и активность. Силы покинули Дину Георгиевну лишь в самом конце, когда она перестала вставать с постели и скончалась во сне. Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин, рассказал внук певицы. С Марком Эрмлером Дина Георгиевна познакомилась еще в консерватории, она была старше его на 5 лет. Артисты сразу влюбились друг в друга. При этом звездой сначала стала Дина, которая работала в театре в Свердловске, а только потом слава нашла Эрмлера. Марк Эрмлер, сын режиссера, актера и сценариста Фридриха Эрмлера, лауреата четырех сталинских премий, также активно работал в кино. Под его руководством оркестр кинематографии записал десятки саундтреков «Золотой теленок» 1968, «Красная палатка», «Чайковский», «Чиполина». «Сто дней после детства», «Отец Сергий». Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, сообщает Франц24. Артист скончался 6 сентября, его смерть подтвердил адвокат. Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Гадара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году. Сыграл яркие роли в фильмах «Чачара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Барсалина», «Сирена с Миссисипи». В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки. В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году, после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят. В 2016 году артист получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. 4 сентября на 1988 году жизни умер Уиллард Герман Скотт, американский актер, писатель, артист озвучки и ведущий прогнозов погоды. Наиболее известен, все-таки как первый исполнитель роли клоуна Рональда Макдональда, маскота сети фастфуда Макдональдс. А во вторую, как клоун Боза в детском телешоу «Боза с Серкус». Скотт родился 7 марта 1934 года в Александрии, Виргиния, в баптистской семье. Образование получил на местах, сперва в высшей школе имени Джорджа Вашингтона, затем в Американском университете. Бакалавр искусств, философии и теологии. С 1955 года по 1974 работал ведущим шоу Joy Boys на радио NBC. С 1959 по 1962 вел цирк Боза. Макдональдса сыграл 1963 в серии короткометражных рекламных программ. В образе этом оставался до 1966. В 1982-1996 на NBC был ведущим синоптиком в блоке новостей The Today Show. Также прославлен ролью Питера Пула в ситкоме с Джейсоном Бейтманом Вэлери. Умер Ферхан Шенсей, актер, режиссер, сценарист, композитор, икона турецкого театра. Артист скончался рано утром, во вторник в возрасте 70 лет, передает Дейли Саба, ссылаясь на официальное заявление, основанное Ферханом в 1980-м театральной компании Артаоенкулар. По информации издания, с 2 июля Шенсей, проходил лечение на медицинском факультете Стамбульского университета, куда был госпитализирован после открывшегося внутреннего кровотечения. Причина смерти пока не обозначена. Шенсей родился в 1951 году в Чершамбе. Сниматься начал в середине 70-х. Одной из последних экранных работ артиста, преуспевшего в том числе и как комик, стал ситком «Дела», «Дела». 40-летний британский рэпер, участник группы The Chimelions и антиваксер Маркус Биркс скончался в Royal Stock University Hospital. Об этом написала в его Инстаграм вдова и соратница Маркуса по проекту Лиз, которая в настоящее время беременна. Как передает Evening Standard, ранее исполнитель месяцами неоднократно неодобрительно отзывался о вакцинации, подчеркивая, что редко болел, занимался спортом, нормально питался и поэтому не беспокоился о COVID. После чего оказался в реанимации с гриппоподобными симптомами, положительным ПЦР-тестом и вскоре умер. Незадолго до смерти он призвал всех одуматься и привиться. Советский, украинский актер театра, кино и ТВ Михаил Тигниенко скончался 29 августа. О смерти артиста сообщается на сайте Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, в котором служил Михаил Иванович. Причина ухода народного артиста Украины не названа. Тигниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 окончил Харьковский театральный институт. На экранах с 1972-го. Шпионский телесериал неизвестный, которого знали все, производственная драма не пройдет и года, дубовец в черном капитане, драма по пьесе Висборо «Березовая ветка». Индийский актер кино, ТВ и успешная модель Сидхарт Шукла умер в Мумбаи 2 сентября, на 41-м году жизни. Как передает апдейт Адиша, причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Шукла родился 12 декабря 1980 года в Мумбаи. Карьеру начал как модель. Сниматься приступил в нулевые. Я, любовь, невеста, воин, бизнес по-казахски в Америке.